Приветствую вас. Я решил высказать свое мнение по поводу данного вопроса. Вот, мнение, к сожалению, которое отличается от мнения коллег. Не радикально, конечно, не диаметрально, но отличается. Я сожалею о том, что вам приходится или придется воспринимать информацию в несколько противоречивом таком ключе, потому что, ну, один эксперт говорит другое, один эксперт говорит одно, а другой эксперт говорит другое, да, то есть это не всегда приятно. Вот. Но, тем не менее, я надеюсь, что вы услышите, что я хочу сказать. Вот. Я надеюсь, что вы поймете мою мысль, которую я хочу сказать. Вот. И, соответственно, сделаете для себя какие-то выводы. Значит, аффирмация по сути своей работает в том случае, если, первое, вы достаточно внушаемый человек, и во втором случае, если вы не сопротивляетесь, то есть нет какой-то мировоззренческой позиции у вас, которая бы попалкивала вас к тому, чтобы сопротивляться. Вот. Ну, то есть вам, если вам, например, выгодно, да, сопротивляться, выгодно оставаться в своем положении, выгодно находиться в своем положении, да, в своем состоянии. Вот. Если вам выгодно это, то вы, скорее всего, будете противиться, вот, аффирмациям, вот, и, соответственно, вам они помогут. Вы знаете, я где-то уже даже отвечал на этот вопрос, такого типа вопрос уже был, вот. Это все очень индивидуально. То есть аффирмация это влияние на человека, это, по сути, внушение ему. И вот что делать, если вы, например, не внушаемый человек, ну просто, вот, вы не внушаемый, да, допустим. То есть у вас достаточно, скажем так, устойчивая позиция, да, допустим. Вот. То есть достаточно развиты вы сильно интеллектуально, да, например, достаточно зрелая, крепкая позиция, вот. Понимаете? И вот может ли в этом случае подействовать аффирмация? Нет, не может, потому что вы не позволите этому произойти, вы будете просто постараться, постараться, постараться. Но это будет как бы всегда, ну, отличаться от реального мира, вот, в котором вы, ну, находитесь, вот. Понимаете? neverồng что. Поэтому, если вы внушаемый человек, то это поможет. Но проблема заключается в том, что если вы внушаемый человек, то аффирмацией для вас может служить, ааа, Практически всё, что угодно, при многократном повторении. Ну, одного и того же, да? Хорошо ли это? Нет, нехорошо. Ну, по крайней мере, я так думаю, что это нехорошо. Вот. Полезно ли это для вас? Нет, я думаю, что не полезно это для вас. Я думаю, что это наоборот опасно. Вот. То есть можно говорить о действиях аформации только в том случае, если это делается после взвешенного решения специалиста, именно специалиста, о том, что вам это подойдёт. И только если вы этому специалисту сами доверяете, вот, да, и только если тема заранее вами обговорена. То есть вот, ну, по поводу чего будут действовать аформации. То есть мне не нужно, чтобы вы сами выбирали себе её. В силу определённых процессов работы психики, вот, выбираться самостоятельно не рекомендуется. Потому что можно получить разочарование только. Вот. Ну, можно получить только негативный результат. Вот. И, соответственно, опять же, если у вас будут завышенные ожидания, да, вот, от них, вот, то, как бы, в этом случае будет ещё больше защиты, вот, и ещё меньше будет результатов. Ну и, конечно, нужно понимать ещё и такой момент, что если вы хотите, например, ну, чтобы подействовала, да, допустим, аформация, то есть вы выбираете сознательно, вот, какие-то, ну, какую-то сферу, да, в которой вы будете использовать это. Вот. Вот. То нужно понимать, что вы в этой сфере, в этой сфере, находитесь неслучайно. То есть вы неслучайно имеете тот результат, вот, в той сфере, которую, например, хотите поменять с помощью аформации, которую имеете. В этом тоже есть определённая цель. В первую очередь, ну, ваша цель. И вы не всегда эту цель, как бы, видите, не всегда её замечаете. Вот. Поэтому, как бы, цели вступают в конфликт, вот, ну, могут вступить в конфликт, как бы. Вот. И в притоку получится ещё хуже, может быть. Вот. Поэтому они, может быть, и действуют, но это, на мой взгляд, это весьма-весьма посредственное, механистическое воздействие на человека с точки зрения бихевиоризма, да, то есть механистический подход. Вот. Сказать, что я приветствую, вот, сказать, что я считаю, что это хорошее и полезное для людей, для, ну, например, для клиента-психолога практика, нет, я не могу, потому что, на мой взгляд, это механистический подход, бихевиористский подход, это подход, как бы, игнорирующий человеческую сущность, да, игнорирующего человека, вот, и хорошего он ничего принести не может. Вот. Но, в известном, в известной степени, в известном смысле, если, как я уже сказал, специалист, ну, имеет связь с клиентом, вот, если между специалистом и клиентом есть эта связь, вот. Ну, в принципе, как вспомогательное, как вспомогательное решение вполне подойдет. Вот. Как самостоятельное решение, нет, потому что, потому что, ну, это, как зомбирование получается. Понимаете? Вот. Я не думаю, что можно добиться больших результатов с этой помощью. Вот. То есть, ну, вы, может быть, приучите себя, там, к определенному мышлению, да, то есть, может быть, вы приучите себя думать как-то вот, ну, по-другому. Может быть, да, вот, но, как бы, это, опять же, все механистично будет, слишком. Вот. Понимаете? И, чтобы это реально, вот, было, да, нужно, чтобы вы были внушаемым человеком, достаточно. То есть, мы уверены в себе. Вот. Что сказать, и наши, ну, представьте себе, да, просто вот, представьте себе, если бы вот все люди пользовались этим средством. Вот. Что бы было. Что бы было. Ну, как бы это тогда было. Смать. Все бы люди захотели, захотел, да. Он, может, себе, так, там, неделю, неделю, две, три, четыре, пять, шесть больше повторял, да. Вот. И все. Ну, вы же понимаете, что это как-то, ну, немного, ну, не так, это не так работает. Вот. Ну, все индивидуально. Вот. Я рискну предположить, рискну только предположить, что вам не очень хочется работать. Вот. Вам хочется результат, вот, чтобы он был, но не очень хочется работать. Вот. Вот. Ну, надо проблемы. Вот. Вот. Так, то есть вам бы хотелось, чтобы это как-то вот получилось механически, возможно, возможно, без участия психолога, потому вот, ну, потому что, может быть, либо был опыт взаимодействия с психологами не очень хороший, вот, либо, соответственно, там, ну, либо, либо средств, средств не позволяешь, вот. То есть это вот такая история. И, я, понимаете, а, если вы хотите чему-то научиться, да, научиться именно, что процесс должен быть осмешанным. Ну, в принципе, как в любом деле. Вот. Если вы хотите чему-то научиться. Вот. Поэтому, смотрите сами. Вот цель, для которой вы просматриваете возможность применения, значит, аффирмации, насколько для вас, ну, важна вообще? Вот. Насколько это важно для вас? Ну, что, что вы готовы сделать ради этого? Насколько это вас, ну, напрягает, насколько вам это вот всё тяжело? Ну, так, если это важно, соответственно, лучше полноценно подходить к вопросу, то есть, смотреть, что нужно сделать, как, чего, в чём, в чём проблема заключается, да, вот, и так далее. То есть, вот, ну, работать, в общем, в общем, нужно, на эту тему. Вот. В этом, в этом направлении, точнее. Это, это важно. Правильно? А, вот, такое, в принципе, моё мнение по данному вопросу. Вот. Надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Ещё раз повторю, что мне очень жаль, мне очень жаль, что вам пришлось выслушивать противоречивое мнение, потому что, ну, я понимаю, я понимаю, как может быть это неприятно, да, ну, в том плане, в том плане, что... то одно, да, то есть, то в одну сторону, то в другую сторону, вот, я понимаю, что там может, может, ну, сбиваться, в общем, с пути. Вот. Ну, вы, 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 вы задайте вопрос... задайте вопрос и, соответственно, это вопрос публичный, на него могут ответить все и, поэтому, в данном случае, я, вот, отвечаю вам на него, надеюсь, что вы сделаете для себя определенные выводы. А если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я надеюсь, что ваша ситуация разрешится, то есть очевидно, что у вас есть какой-то запрет, вот это не запрет, запрос. Очевидно, что есть какой-то запрос у вас, очевидно, что вам хочется чего-то, очевидно, что вы желаете чего-то, очевидно, что вы стремитесь к чему-то, хотите решить проблему какую-то, вот, значит, свою, вот, прощупываете почву для решения проблемы, вот, сейчас. Но, все-таки лучше будет для вас, если вы более обстоятельно к этому вопросу пройдете, вот, то есть более серьезно отнесетесь к своей проблеме, вот, и ваш результат будет, соответственно, разогражден. Вот. Вот. Понимаете? Вот. Ну, по крайней мере, по крайней мере, мне бы это очень хотелось, чтобы вот по итогу, да, чтобы по итогу вы пришли к какому-то определенному для себя решению, чтобы это решение, ну, оно вас устраивало, чтобы это было действительно то, что, ну, вы хотели бы для себя. Ну, а, соответственно, я вам в этом могу помочь, как и любой из моих коллег, я уверен. Ну, вот. Обращайтесь, собирайтесь, смотрите. А я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения вашей данной ситуации.